Год науки и технологий ворвался в Казанский федеральный университет очень стремительно, а его итоги были подведены в зале попечительского совета КФУ. Здесь состоялась встреча руководства Республики Татарстан с членами Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президенте Российской Федерации. В сфере докладов был отмечен существенный прогресс Татарстана, в частности, успех КФУ в проекте «Приоритет-2030». Кроме того были отмечены и другие продуктивные инициативы ректора Ильшата Гафурова. Например, технопарк, детский сад для детей с расстройством аутистического спектра «Мы вместе» и серия образовательных интенсивов «Про наука КФУ». В День российской науки в КСК КФУ Уник состоялось торжественное открытие Центра кружковой деятельности студентов «Студенческая наука. Перезагрузка». Мы, если хотим, чтобы и о нашем периоде по истечении определенного времени говорили так же, что эти люди воспитывались в этих кружках и научных лабораториях, то мы должны все-таки примерно прийти к тем же цифрам, которым задействованы наши молодежь в творческих направлениях и спортивных направлениях. Ректор университета совместно со студентом Института фундаментальной медицины и биологии Хожи Акбаром Валежоновым нажали на символическую кнопку и дали старт перезагрузке студенческой науки в Казанском Федеральном Университете. В рамках Года науки и технологий также была запущена акция «На острие науки», направленная на вовлечение школьников, студентов и их родителей в научно-исследовательскую сферу. Так, в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялся целый цикл научно-популярных лекций. Здесь рассказывали о современных достижениях молекулярной биологии, персонафицированной терапии, искусственном интеллекте и многом другом. Впервые в Альма-Матре состоялся фестиваль науки для первокурсников «Открывай мир науки». Свои научные кружки здесь представили химики и экологи, математики и гуманитарии, программисты и инженеры. На сегодняшний день в университете существует более 120 кружков, деятельностью которых занимаются непосредственно сами студенты. Без кружковой деятельности довольно сложно выбрать чисто из теоретических знаний, чем ты хочешь заниматься в дальнейшем в научной карьере. На торжественном мероприятии также была презентована Ассоциация студенческих научных кружков КФУ, которая призвана консолидировать деятельность всех студенческих научных кружков при университете. Если сейчас с первых же дней их обучения привлекать их к практике, это и теория, соответственно, ложится лучше и усваивается лучше. Про наука. Еще один уникальный формат образовательных интенсивов. Возможность стать студентом на одну ночь или несколько дней и узнать жизнь университета изнутри. Он был запущен еще пять лет назад. Первоначально лекции проводились в очном формате. Однако в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, про наука переформатировалась в онлайн-версию. 2021 год. Восьмая серия под названием «Ночь великих». В программе лекции о том, как стать днобелевским лауреатом, придумать свой язык, опыты и эксперименты, а также онлайн-экскурсии по интересным уголкам КФУ. Стоит отметить, что с каждым годом желающих принять участие увеличивается в разы. А просмотры в социальных сетях бьют рекорды. Более 50 тысяч. В рамках проекта «Про наука» мы сегодня вам покажем серию химических экспериментов под общим названием «Сон Мензелеева». Год науки и технологий. Это год, которого ждало все научное сообщество России. Главной целью было привлечь талантливую младежь в сферу науки и технологий. С чем Казанский федеральный университет прекрасно справился. Надежда Мещерякова, Универньюз. Университет.